Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яков Шатагин из Иерусалима, и сегодняшний урок посвящается для удачи и успеха Ильи бен Ольга Геула. Пускай Всевышний пошлет ему удачу и благословение во всех делах его рук. Итак, мы с вами находимся между 17-м Томуза и 9-м Авом. Это те самые дни, когда мы скорбим о потере двух иерусалимских храмов. Мы скорбим, что Всевышний ушел от нас, и поэтому мы не можем полноценно ему служить. И мы ждем с нетерпением, когда Всевышний построит третий храм, и мы сможем служить ему на 100%, и наступит, наконец-то, гармония в этом мире, и все будет хорошо у каждого человека. Раз мы так сильно ждем третий храм, мы обязаны учить законы, которые связаны с третьим храмом. А это законы жертвоприношений, которые будут приноситься с Божьей помощью в храме. Спрашивает Любавич из Кребы, какое жертвоприношение будет первым? Придет пророк Ильяу, придет Машиах, появится у нас здесь в Иерусалиме храм. Что мы будем приносить, какое жертвоприношение будет первым? Говорит нам Любавич из Кребы, это будет корбан тода. Жертвоприношение, которое называется тода, спасибо. Что это за жертвоприношение? Эту жертву приносят четыре человека. Те, кто прошли по пустыне, пустыня это очень опасное место. Всевышний, когда помогает человеку пройти по пустыне и вернуться живым и здоровым, человек должен принести и сказать жертву, принести в Иерусалим, сказать Всевышнему спасибо. Спасибо за чудесное спасение. Точно так же те, кто путешествует по морям и океанам. Море и океан это такие опасности, если ты прошел живым этот путь, приди в Иерусалим, принеси корбан тода, скажи Всевышнему спасибо за твое чудесное спасение. Так же больной, который выздоровел, обязан был сказать Всевышнему спасибо, придя в храм. И так же тот, кто вышел из тюрьмы, из такой большой опасности выйти из тюрьмы, иди в Иерусалимский храм, принеси корбан тода, скажи Всевышнему спасибо. Говорит Любавич из Керебы, после двух тысяч лет изгнания, мы точно так же, как эти четыре человека, приносим корбан тода. Мы побежим в Иерусалим и скажем Всевышнему спасибо. Почему именно эту жертву? Потому что наше изгнание похоже на пустыню. Пустыня кажется такой страшной и бесконечной, как наше изгнание, которое кажется очень многим бесконечным. И когда оно наконец-то так и закончится, мы прибежим в храм и скажем, как тот путник, который прошел пустыню, Всевышний спасибо за спасение. Так же говорят мудрецы, что нам так сложно зарабатывать деньги. И пропитание – это такая сложная вещь, точно так же, как и бушующий океан. Нас увольняют, сокращают нам зарплату. Столько-столько проблем на работе, как такое бушующее море. И точно так же, как тот человек, который возвращается живым после путешествия по морю, обязан сказать Всевышнему тода и принести жертву. Мы, пройдя 2000 лет изгнания, должны тоже сказать Всевышнему, Курбан, тода, спасибо. Спасибо, что ты всегда находил для нас пропитание, как бы это сложно не было. Так же, тот, кто вышел из тюрьмы, говорит Всевышнему тода. Мы выйдем из тюрьмы, в которой мы были 2000 лет. Мы обязаны сказать тода. И точно так же, как больной, который ждет, ждет своего спасения. Всевышний, дай мне здоровье. Он только об этом и думает. Мы сейчас тоже, нам столько вещей скрыто. Мы ничего не понимаем, мы ничего не знаем. Слово больной на еврите, холе, это гематрия 49. У нас есть 50 уровней знаний, 50 уровней бины. Сейчас, из-за того, что мы в изгнании, мы не можем постичь высший уровень 50. Поэтому мы так ждем избавления, чтобы все понять, чтобы нам открылась мудрость. И точно так же, как больной, который выздоровел, бежит в храм и говорит Всевышнему тода, когда закончится изгнание. Мы побежим в храм и принесем жертву тода. Получается, что все четыре категории спасения, они сбудутся с нами, когда будет третий храм. Первое жертвоприношение – это корбан тода, благодарственная жертва. Дай нам Бог, чтобы как можно скорее мы его принесли в уже отстроенный храм. Пускай Всевышний придет к нам, откроется нам, как отец, любящий отец, открывается своим детям. Спасибо огромное за внимание. Всем шавуа тов. Продолжение следует...